Вы знаете, мы когда сейчас супруга были в Казахстане, нас свозили в деревню, которая находится в центральной части, называется Долинка, там располагался Карлак, это Карагандинская область, и там Карагандинский исправительно-трудовой лагерь. Вот мы как раз приехали, этот корпус, сейчас там находится музей, мы ходили по этому музею, когда тысячи-тысячи людей свозили туда, в центральный Казахстан, в эту степь, если вы были в центральном Казахстане, вы видели, там глазу порой негде зацепиться, свозили семьями, свозили тысячами туда, ну и многих из них крестьян свозили, у которых что-то было, у них там все отбирало, их туда свозили, свозили много интеллигенции, много свозили священнослужителей, поэтов, писателей, каких-то актеров, которые под тем или иным причинам неугодны были. И вот создали там этот Карлак с ужасными условиями, где буквально из людей делали рабов, где они, видите, спали на этих нарах, ели баланду, и вот за эту баланду, и за эти нары они рабски трудились, там животноводство, сельское хозяйство, там был рабский труд. Тут умирали и умирали люди, многие умирали в этих вагонах, теплушках, пока их свозили туда, там, видите, были вот эти решетки, да, вот ямы, где они сидели, это причем было все под открытым небом, они там могли находиться несколько дней, там еще на дно наливали воду, чтобы вот эта сырость была, неприятность была. Вот предыдущий кадр можно, там вот карцер показан тоже, где вот буквально полтора на два метра, вот видите, и там тоже человек находился, и он там причем должен был стоять, и кровать ставили всего на пять часов в сутки, все остальное время он не мог сидеть на корточках, он даже не мог прислониться к стене, он должен был стоять. И это тысячи, когда мы видели цифры, да, какие люди там были, знаменитый ученый Чижевский, да, многие знают, лампа Чижевская, изобретенная им, он там находился, Николай Заболоцкий, вот фотография Заболоцкий, там его знаменитое стихотворение, да, стихотворение некрасивой девочки, что такое красота и почему ее обожествляют люди, сосуд она в котором пустота или огонь, сияющий в сосуде. Вот он тоже там находился, Гумилев, то есть многие-многие известнейшие люди, вот мы ходили по этим местам, по этим пыточным, где там все это реконструировано, и вы знаете, какое думаешь безумие, какое безумие, когда словно одни издеваются над другими, когда из людей делают рабов, когда люди умирают с семьями, брата моей бабушки тоже увезли туда, он там потом, слава Богу, он выжил, стал директором школы, потом перебрался в Россию, но он тоже там находился. Я знаю, что у многих даже из нас так или иначе есть связи с Казахстаном, тысячи людей туда свозились, и вот мы ходили, конечно, ну, на весь день настроение было ужасное. Мы с Дианой, ну, потом трудно прийти в себя, когда вот насмотришься этих документов, начитаешься этих писем. Трудно. И ты думаешь, это устроила не природа, это устроило не какие-то катаклизмы или там явления какие-то, это как будто люди сами устроили для себя. Тысячи и тысячи там погибли, были замучены, умирали от голода. Да. Я так благодарен, честно вам сказать, вообще Средней Азии, казахскому народу, киргизскому народу, узбекскому народу, потому что они и сейчас, и в те времена часто помогали, помогали просто выжить. Это знаменитая история, когда привезли вот этих, так называемых, ссыльных, да, и женщины-казашки кидали в них камешки, они сначала не поняли, подумали, что над ними издеваются, потом оказалось, что это вот твердый сыр кидали, чтобы они как-то выжили. И знаете, самое это страшное, это ведь не так давно происходило, менее ста лет назад, 30-е годы, 40-е годы, к началу 50-х годов. Это наша история. Я так рад, что вот в этом Казахстане не забывают эту историю. И когда мы там были, мы видели много автобусов со школьниками, с разных школ Казахстана привозят, чтобы познакомить с историей, в том числе с неприятной историей, с болезненной историей своего края. Для чего это делается? Да не чтобы помучить себя и помучить свою душу. Потому что некоторые говорят, да не надо об этом говорить, да не надо об этом вспоминать. Прошло и прошло, давайте не смотреть в прошлое, давайте смотреть в будущее. И когда мы живем так, когда мы не смотрим в прошлое, чтобы повторяем эти ужасы снова и снова, что вот эти вот карусели смерти, муравьевороты, муравьиные круги, я бы так назвал их, человековороты, они все возникают и возникают, возникают и возникают. Когда прошлой весной этого года я молился, то у меня очень часто во время молитвы было такое странное состояние, не переживал раньше, у меня было ощущение, словно какая-то огромная темная воронка, вот такая водная, закручивает, 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 закручивает. Как будто вот вся тьма обрушилась, и думаешь, Боже, что происходит, как вырваться из-за этого человека ворота, как выйти, как сойти с этой безумной карусели смерти и не крутиться в этом всем. И вы знаете, сегодня я вам хочу показать четыре шага, как выйти с этой карусели смерти и не крутиться в этом безумии. И все это, так или иначе, как я сказал, будет связано с книгой «Притч». Готовы? Давайте. Самый первый шаг. Давайте откроем вначале книгу «Притч», 19 главу, и посмотрим 16 стих. «Хранящий заповедь хранит душу свою, а неродящий о путях своих погибнет». Я прочитаю по современному переводу. «Хранящий заповедь сохраняет жизнь, а кто не выбирает путь, погибнет». «Кто не выбирает путь, погибнет». Первый самый шаг. Очень важно осознать личную ответственность за выбор своего пути. Бог нам дал жизнь, и мы в этой жизни принимаем решения. И мы отвечаем за наш выбор. Даже когда, может быть, толпу на муравьев ходят. Но вы помните проповедь, да? Большинство далеко не всегда право, а чаще всего бывает неправо. У меня целая проповедь на эту тему была. Чем сложнее задача, тем меньше людей правильно ее решают. Чем сложнее ситуация, тем меньшее количество людей могут в этом разбираться. И не нужно ходить за толпой. Ну, все побежали, и я побежал, да? Все идут, и мы идем, а на трупы не обращаем внимания. А то, что там сам муравей лежит, ну ничего, давайте еще кружок, может, лучше будет. И с каждым кругом, как будто вся ситуация ужаснее и ужаснее. Так ты пойми, ты отвечаешь за свою жизнь. Бог уважает нашу свободную волю. Он написано, жизнь и смерть предложил я тебе. Бог советует, избери жизнь, но выбор за тобой. Очень важно не давать никому решать за себя, принимать решение. А кто я такой? Я человек маленький. Чего от меня зависит? Вспоминаются знаменитые строки Владимира Майковского. Что заглядывать далече? Циркуляр. Сиди и жди. Нам с тобою думать неча, если думают вожди. Вот она арабская психология. Знаете, мы можем быть либо гражданином, либо подданным. Вот подданный, сиди и жди. Что нам с тобой думать тут, если думают вожди? И вот они сидят, вот как в знаменитой песне Владимира Семеновича Высоцкого. Жираф большой, ему видней. Вот он пускай решает. Он высоко сидит, далеко глядит. А нам-то что? Я, конечно, понимаю, у всех у нас разная мера ответственности. Но осознайте, ваша жизнь это ваша ответственность. Ваше решение, это ваша ответственность. Ваша ответственность. И никому не давайте это право священное. Вы решаете. Вы принимаете решение, и вы несете ответственность за то, что вы решили. За вами выбранный путь. Это чрезвычайно важно. Мы сегодня, после окончания собрания, через час примерно, там, в трапезной у нас, сделаем показ фильма. Я давно хотел с молодежью, и мы приглашаем всех желающих посмотреть фильм «Обыкновенный фашизм» Михаила Рома. Очень хороший фильм. Я помню его с детства, и с того времени я его несколько раз пересматривал. Это не простой фильм, документальный фильм, но это чрезвычайно важный фильм. Я знаю, что у нас из молодежи многие не смотрели. И мы посмотрим его, и потом помолимся, поговорим. И всех желающих также, кто, может быть, видел, но хотите освежить, присоединяйтесь. Это очень мудрый, легендарный такой советский фильм Михаила Рома. И я вот с детства запомнил этот сюжет, когда один из солдат Вермаха оказался там в Сталинградском котле, и там у него наступило прозрение, он вдруг осознал, что творит немецкая армия здесь, на чужой земле. И вот он домой супруге пишет письмо, и в этом фильме приводится цитата из этого письма. И он говорит, что о той великой вине немецкого народа. И он говорит, в этом есть и моя вина, пишет солдат прозревший. И дальше он пишет, разумеется, она невелика. Это всего лишь одна семидесятимиллионная всей вины немецкого народа. Но я жизнью отвечаю за эту одну семидесятимиллионную. Драгоценная точно так же в нашей жизни, понимаете? Да, может быть, да, наша вина невелика. Ну, маленький, я маленький человек, часть общества, частичка, да? Но ты жизнью отвечаешь вот за выборы этой частички, за решения. И мы, как верующие люди, понимаем, что это не только стоит на кону наша земная жизнь, но и наша вечная душа. Тоже зависит от того, какой путь мы изберем, путь к смерти, который, может быть, и кажется нам прямым, но потом ты не оправдаешься. Ну, мне казалось, что ж ты не разобрался, дорогой? Бог не допускает испытаний сверх сил. Может быть, ты не хотел разбираться? Знаете, я помню, как Даниил Гранин, наш писатель, рассказывал, как он в составе писателей посещал Бухенвальд, да, вот, кстати, Даниил Гранин. И он говорит, они там были в Бухенвальде, а Бухенвальд, он находится не так далеко от города, по-моему, Веймар там находится. Там менее 10 километров от центра города до Бухенвальда. И вот он представлял, как вот горели эти, были печи, трубы, дым шел. И он-то хотел пить, и там был киоск, немка стояла. И он подошел, попросил воды и задал ей вопрос. Он говорит, а как вы пережили все это, находясь рядом? На что немка сказала, да вы что? А мы ничего не знали. Тогда Гранин сказал, но ведь тут горели, тут дымили трубы крематориев. На что немка сказала, а мы смотрели в другую сторону. И Гранин написал, чтобы смотреть в другую сторону, нужно знать, куда не надо смотреть. Вот вы знаете, драгоценные, часто вопрос не в том, что люди не знают, они не хотят знать. Сегодня несколько кликов, оно отделяет нас, чтобы получить информацию со всего мира. Мы часто не хотим, нам это неудобно, нам это неприятно. Нам приятно смотреть в другую сторону, но ты жизнью и душой своей, добавлю я, отвечаешь за то, куда ты смотришь. Это, конечно, хорошо и удобно жить в такой философии. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. Удобно жить, удобно жить так. Но Библия говорит, Бог с лукавыми поступает по лукавству их. Не обманешь его, не обманешь его. Поэтому осознайте, дорогие, что бы ни происходило в обществе, что бы ни происходило в социуме, твоя жизнь, твой выбор, твоего пути – это твое решение. Не давай никому его. Это твоя личная ответственность. Субтитры создавал DimaTorzok